Дмитрий Маликов По словам самого Дмитрия Маликова, главное в интерактивных мастер-классах – это научить ребенка любить музыку и слышать ее. Совместное выступление признанного мастера и юных музыкантов – важный экзамен не только для самих ребят, но и их педагогов. Это чрезвычайно интересно оказалось. Готовились, но, пожалуй, как всегда, когда учишь произведения, всегда как-то работаешь над музыкой, над музыкальным рядом. Здесь была еще некоторая сложность того, что ребенку нужно было играть с фонограммой, с минусовкой. Но, тем не менее, я думаю, что он и достойно с этим справился. Мастер-класс от популярного артиста и живой разговор со зрителями. Двухчасовой концерт прошел на одном дыхании. Дмитрий Маликов не только исполнил свои композиции и классические произведения, но и поделился с ребятами воспоминаниями из детства. Рассказал о некоторых секретах, как добиться успеха на эстраде. Дал практические советы непосредственно на сцене. Поклон. Мы не стесняемся, не стесняемся. Мы артисты. Кланяем все долго. Чем дольше кланишься, тем лучше плохо. Мне просто сказали сначала, что я буду просто играть. Но то, что с ним играть, мне не сказали. Я прихожу и говорю, а ты будешь играть с ним? Ух ты. Сегодня или когда? Сегодня только узнала, когда пришла. Мне вообще было играть комфортно или как все чувствовали? Комфортно. Я чувствовала, что почему-то он меня спасает как-то своим образом, помогает мне играть. Наверное, самое главное, что вынесли из этого урока ребята – артисты – это обычные люди, которые тоже когда-то были детьми и тоже сбегали с музыкальных уроков. Теперь, когда детям выпал удивительный шанс сыграть в шесть рук «Полёт шмеля» с Дмитрием Маликовым или спеть хором под его аккомпанемент, возможно, многие поверят в мечту и станут успешными исполнителями или музыкантами. Дал хороший очень. И он такой новый, свежий. Во-вторых, после каждого номера публика практически, как мы называем, отскандировала. То есть такое редко бывает. Вот. И, так сказать, это все было очень как-то так слаженно, динамично, доброжелательно. То есть я не чувствовал, я не делал никаких усилий над собой, чтобы вот как-то вдохновлять детей. Вот. Поэтому это здорово. Тут, в общем-то, и непростое место-то. Место намоленное. Все очень неответственно подошли. И видно, что здесь, вот, за исключением, может быть, качество рояля, все остальное на уровне. Но я думаю, что мы с общими усилиями что-нибудь для этого придумаем. Елизавета Макеева, Денис Лесиков и Странет ТВ. Спасибо.